Предназначены для того, чтобы не возить в больницы кислородные баллоны и не поднимать их по этажам. Эти аппараты стоят в палатах на два человека, один аппарат, и могут отконцентрировать кислород больным. И точно так же ингаляционные функции есть. Поэтому три функции, которые они выполняют, больные могут получить в отделении, не передвигаясь никуда, и что-то не перетаскивая баллоны кислородные. По словам медиков, с помощью этих препаратов можно спасти десятки жизней, так как пациентам с пневмонией жизненно важно кислородное обеспечение. Это акция гражданской позиции, неправительственной организации, в данном случае Акимата Алматинского района и городского филиала Наратан, и также меценатов нашего региона, объединяясь, что мы берем из Берге, все мы вместе. Эту акцию проводят на базе нашего произерного центра, областного центра фтизиофульмонологии. Отметим, что в период пандемии при поддержке предпринимателей, депутатов и волонтеров в Алматинском районе города была оказана помощь 605 семьям на сумму, превышающую 11 миллионов тенге. Также поддержку мецената оказывают медучреждениям. В частности, приобретенные кислородные концентраторы используются при таких тяжелых заболеваниях, как коронавирус и пневмония. Аппарат помогает уменьшить одышку, нормализует работу не только сердца и легких, но также почек и печени. Эти аппараты непосредственно по председателю первичной партийной организации СИМПИСИ Сахтаганова Абайдидаровича с поддержкой всех охранных фирм и членов общественного совета нашего города. Было приобретено 7 кислородных аппаратов, современные. С одного кислородного аппарата одновременно может пользоваться 2 пациента. Это хорошо, значит, с этими 7 аппаратами будет обслуживаться одновременно 14 человек. Свой вклад в приобретение необходимого оборудования внесли представители частных охранных фирм, которые призвали предпринимателей оказывать поддержку стационарам и медикам. Наша компания решила помочь городу, провизорному центру. Во время пандемии, там, ну, было первое время тяжелая ситуация такая, там, нехватка оборудования. Решили вот помочь. Наши все собирали деньги, все свои желания, пожелания, там, чтобы помочь провизорному центру. Я призываю вот всех бизнесменов города, там, чтобы помогали людям. Я думаю, здорового общества и здоровые люди. И бизнесу, кажется, будет все нормально. Напомним, медикам оказывается всяческая поддержка со стороны как партийцев, так и меценатов. В провизорные центры поставляются необходимое оборудование, защитные костюмы, горячее питание. А представители молодежного крыла партии организовывают поставку кумыса медработникам. Мы благодарны, во-первых, нашим медикам. У них в данное время на первом фланге они борются с этой болезнью. Днем и ночью у больных. Обращаюсь к нашим горожанам, чтобы они сохраняли требования нашего главного санитарного врача, чтобы мы друг друга берегли. Вот таким образом мы можем победить эту пандемию. К слову, в провизорном госпитале на базе ТУП-диспансера самое большое реанимационное отделение и в целом в центре самое большое количество койко-мест. Стационар рассчитан на 500 человек. Сейчас здесь получают лечение 273 человека. Николай Сырба, Жанна Дельсагиев, телеканал Актюбе.